Короче говоря, на днях мне стало грустно. Шоколад и другие вкусняшки уже не помогали, так что я твердо решила, мне нужны кошки. Взять еще одного котика домой мне показалось излишне рисковым занятием. С ним же еще и едой придется делиться. Так что я поступила проще и отправилась в Кота-кафе. Придя на место, я обнаружила настоящий женский рай. Хоть кошек было и не 40. Рыжие, серые, черненькие, лохматые, аккуратные. Животные мало обращали на меня внимания. Наверное, они уже очень устали от таких сильных и независимых, как я. Но все оказалось проще. Кошки – меркантильные создания. Как только я решила поделиться с ними колбаской, сразу же обрела всеобщую популярность. Говорят, кошки хорошо понимают людей. Могут избавить от боли и вернуть душевное равновесие. В Кота-кафе живет Фрося. Это такая здоровая и очень серьезная кошка. Администраторы Кота-кафе называют ее главкош. Я решила, что она станет очень хорошим собеседником на кофе. Все они такие, Фрося, все. Я тебя понимаю прекрасно. Да. Однако розовые очки умиротворения разлетелись в дребезги. В Кота-кафе меня ждали настоящие истерики, скандалы и расследования. Да тут разборки почище, чем у школьников в седьмом классе. Кошки успели в меня влюбиться, поцарапать палец и даже обмиукать. И все-таки это прекрасное место. Но самое необычное здесь то, что все эти кошечки и котики – бывшие бродяги, волочившие свое бренное существование на улицах города. Когда-то жили на улицах, на помойках, в подвалах. Но добрые люди-волонтеры спасают, лечат, стерилизуют. Все стерилизованные, кастрированные, все с прививочками на ветеринарном контроле. И самые контактные приходят сюда к нам, ищут себе дома хозяев. Взрослых кошек редко забирают домой. Но ведь заиметь в своем доме таких чистеньких и воспитанных, пускай и взрослых хвостатиков, куда лучше, чем воспитывать с малых лет котенка. И ведь то не факт, что из него вырастет взрослый и ответственный гражданин кошачьего общества. В этом альбоме собраны фотографии кошек, которые уже нашли свой новый дом. На данный момент пристроено 119 котов и кошек. Как мне рассказали в Кота-кафе, не хозяин выбирает кошку, а кошка хозяина. Я подумала, что это полный бред, но в один момент поняла – вот она. Это было как в диснеевских мультиках. Ее шерсть лоснилась в свете домашних ламп. Она медленно моргала и будто подмигивала мне. Ее зовут Дымка. И по моему мнению, она самая красивая кошка в мире. Я уже решила забрать ее себе, но потом поняла, что муж оставит нас жить на улице, ведь третья кошка дома – это уже перебор. Не хотела я такой судьбы для Дымки. Кстати, имя у нее непростое. Вы думаете, что это из-за окраса? А вот и нет. Она жила в семье алкоголиков, и однажды они устроили пожар в доме. Кошку удалось спасти, и после этого ее и назвали Дымкой. Вышла я оттуда с царапиной на пальцы, хорошим настроением и воспоминаниями о Дымке. Жди меня, красотка, я вернусь.